Значит, смотрите, начнём с лап. Лап используем в единице. Чуть выше пяточки выбриваю, немного, и чуть выше получается средний переплод. Что никогда не сделаю, даже если попросил, это не забрею до скакательного сустава и передние, туда выше пяточки. Я не хочу, чтобы по району ходила собака с такими награми, постриженными, и чтобы на вопрос, кто это сделал, сказали Роман Халис. Не хочу, я не постриблю. Плодит, потому что не скажет, что если вы нам так не пострибите, но у вас не будет трища, я скажу, идите туда, где вам до половины забреют. К сожалению, это забревание не имеет никакого гигиенического смысла. Укарачивает рычаги, отвратительно собак смотрится, как на раскатку, так скажем, очище от этого не становится. Да, все равно болею. Основание хвоста забревается на одну четвертую часть от его родной длины. Верно? Забреваете чуть-чуть вокруг канального отверстия, выбреваете хвост в положение вертикально, тогда машинка упирается и не разбреете шире, чем нужно. Когда забрели хвост в вертикальном положении, опускаете его и пробреваете небольшой ромбик вперед. Зону гениталии классически, знаете, что хули не пробревается полосой. Однальные отверстия и петля или кокосики пробреваются отдельно. Небольшие полуокружности на бедра, видно? Боковые складки парковой границы. Здесь тоже самое холко-хвост, середина расстояния, либо чуть дальше. А второе пара сисочек, непрофессионально, потому что здесь четко все видно, кормилица моя. До половины расцемь видно. Лицо. Сейчас мы с вами будем делать салонный модерн с эстетическим уклоном. Вкусный такой, знаете, салонный модерн от профессионала. Галстучек не слишком широкий, не слишком узкий, овальный уклон. Той пудель. Один пальчик ниже одного яблока начинается. То есть не забреваем, как в советские времена откили. А теперь решили показать. Овечи такая прям. Один пальчик той пудель, два пальчика карлик, три пальчика малый, четыре, дальше. У меня карликовый пудель, два пальчика ниже начинается от одного яблока. Здесь овальный яблок до нижнего основня уха, от верхнего основня уха до углоглаза. Либо чуть выше. Можно даже перелинью заболевать чуть выше, чтобы отшапки потом был более четкий. От углоглаза до углоглаза с небольшим углублением. Он пришел выпить, если бы на куршеты, наверное, уже и не надо ждать, а можно и начинать. Я-то надолго тут застрял на обучение. Видно? Видно. Вигиену предпочтительно делаем дома. Я включаю лапу, если вдруг собака пришла с мокрыми, грязными, то, соответственно, можно их побрить и получать. Нет смысла, но укрепляем лапу. Понятно, что если на лице все обросло, нет смысла то, что мы делаем после мокия, да, насушивать эти короткие части. И очень внимательно выпить уголочком. Вот правый уголок можно вставить пальчик и сбрить. Потому что если оставить эти куски, будет неприятно. Когда собачка ловнется, будет торчать два куска на голову. И либо можно растянуть губу. То есть, либо ставили пальчик, либо растянуть. Значит, для основания хвоста, морды и зоны генитарий 1,8 или 2. Не вобриваю принципиальные единицы морду. Два движения свежепостриженным когтем. Два движения по паласу. Дома пока мы почесали, да, там по салону машины. Брямбы. Болячки, да, обидные, так сказать. 1,8 пусть даже не будет настолько там опрятно выглядеть, да, там, например. Но, по крайней мере, для меня главное безопасность и отсутствие послых. Тоже касается генитарий. Никогда не короче. Поэтому 1,8 либо 2. Для морды, если есть у вас такое наличие, то полтана. Будет неплохо смотреться. Ну, то есть, полеобрядный, так же безопасный. Насадки. Пятки. Значит, смотрите, тут в чем фишка. Если собака хорошей кондиции, можно обойтись одной. Это десятый. Десятый номер будет очень хорошим. Десять миллиметров. Да, насадочек. Если собака худая, то покажу где. На боках сможете использовать тринадцатую. Прям понадобится две. Да, потому что, как вы понимаете, если вы делаете корпус руками, вы можете смоделировать, да, как вы, ну, так сказать, делать и потолще, и спинку там подкорректировать, да. Если вы делаете корпус с насадками, то он достаточно честный. Да, получается, как есть. Поэтому, конечно, когда собачку в барную ставите, если она горбатенькая, вот такая, то лучше, конечно, спинку, ну, подкорректировать, да, ее руками. И для слишком худой. Насадочку можно делать и применить, да, то есть вот этот момент. Учтите. Значит, под насадочку, конечно, лучше всего собачку все-таки предварительно вымыть и отфилить. Если слишком длинная шерсть на собаке, да, например, то есть маршрут модерн, пришел очень заросший. Можно можно с ним убрать примерно половину, оставить запас, помыть и потом сделать насадку. То есть насадка в грязную шерсть, не расчесывая, не надо. Итак, спина. Десятка против шерсти. Холк, видите, чуть не доходя до холка. Верхняя часть спины. Раньше в моем арсенале для этого модерна был девятый нож. Гораздо интереснее, десятая насадка более маркетно выглядит. Чуть не доходя до лопатки. Видно? Сейчас вы увидите, что поверхность очень приятная. Теперь смотрите. Помните, у Йорка мы вот эту границу делали? Спинахол, половина расстояния. У пуделя она выше. Одна треть. И вот эта вот участка, задняя часть бедра. Знаете, с чем отличаются, в чем видны салонные граммы к куделей? Вот, стандартные, когда сразу видно, что побрит корпус машинкой. Вот так, как Йорку забривают. А потом не знают, как вот это вставить. Потому что линия вот этого куделя при виде сзади, под углом на внешнюю сторону, она непреломленная. А если вот так забрить, она будет преломляться. Или забривают до локтя, как Йорка. И потом начинается клёж. Я вас сегодня не учу делать эстетический грамм, да, как-то машинкой. Но можно чуть-чуть пробрить от хвоста. И в принципе, вы можете подбрить вот этот вот участок чикамерзи. Потом оставлять за собой возможность подкорректировать, если будет необходима, с ножницей. Ну, вот деревню было взять маленькую собачку, но я решил у них амкурить. Взять такой, на который вам очень наглядно будет видно. Опять же, как сказал вначале, да, уметь подстрелить даже ладер, это квалификация. Чуть от хвоста влево-право, а там внутри и кераспетия вверх. Девятка, к сожалению, слишком короткая. А здесь всего лишь там, да, какое-то небольшое добавление. Это против шерсти. Против шерсти нижняя линия. От границы гениталий примерно до складочек. Но совсем до них не добривайте. То есть между ног я делаю ножницами, чтобы не поранить, потому что активные складочки, да, опасная зона. И вот смотрите, если, допустим, пишите протокол, что называется, заседание, то вот эти три участка я выбриваю против. Все остальное пол. Спина от основания хвоста, не выходя до полки, так? Задняя бедренная часть, спина пола, 1 третье расстояние, чуть от основания хвоста влево-право, и нижняя часть живота. Теперь смотри, средняя часть грудной клетки. Поделим кутили мы с ним на три части. Смотрите, бедренная, средняя, да, и плечевая. Среднюю часть грудной клетки забреваем пол. Если забреваете фото, направление, по которому ведете, чуть-чуть от головы в сторону задней части. Сейчас будете приятно удивлены, но никогда вы так быстро не сделаете, да, как бы это все ножницы. Значит, если собака худая, то вот эту часть. Все, что мы делаем пол, мы делаем на садке 13. Поним? Да, чуть-чуть побольше объем. Если собака убитая, как вот моя, в хорошей кондиции, десятая, десятая достаточно. Подняли, смотрите, и вот прям границу сводите, чтобы ее не было видно. В принципе, даже фактура получается приятная. Согласны? Когда делаешь, вроде стрижешь, вроде уже, блин, столько видел, столько проехал. Кажется, что все уже вроде знаешь, а потом держишь для себя какое-то... Причем самое, знаешь, что досадно, я много лет назад в Америке, в Нью-Джерси, был на мастер-классе по стрижке бешон-призе с насадками. И вот они там 20 раз меняли насадки, то есть они пытались чуть ли не модерировать, чтобы сделать насадками. И потом делали ножницы. И потратили на это время, бог знает сколько, больше, чем я пострыг бы ножницы. И вот тогда я думаю, нафига, да, как бы? Потому что они вот это все пытались сделать тоже насадками. А в сущности, я бешону делаю в салоне 13-й насадкой, потому что у них на корпусе должно быть чуть побольше, чем у пудри, да, как бы? И выглядит почти как выстучный грудь. И сводим границу. Мы сейчас делаем такую заготовочку, можете, кстати, на этапе этой заготовочки ее сфотографировать. Переход в голове всегда под ее ножницами. Если вы забреете от затылка, сейчас вот это все, все, да, провал. Тонкая шея, шатка торчит из тонкой шеи. Передняя часть грудной клетки прямо от основания ухалина, вертикально вниз, без нажима к ноге, чтобы не превратить ваш грунт в этот самый, так сказать вам, в салонный типичный. Зажмете к ноге, да, перекос делаете и все. Переднюю часть все равно придется немножечко потом моделировать руками, и я не выбриваю между ног, я между ног тоже буду стричь потом руками. Обратите внимание, плавные движения при переходе к ногам. Видно? И остается один-единственный вот этот кусок. Смотрите, что мы сделаем с ним. Верхнюю часть я закрываю рукой, видно? Оставляю для моделирования перехода к шее. А боковую на плече выбриваю по шерсти без нажима передней ноги. Ну, нельзя тут сказать, что я обленился, я скорее нашел способ, да, скажем, сделать так же красиво. Ну, вы знаете, я один раз в своей жизни достригся уже до такого состояния, что не мог поднять кружку с кофе, да, правой рукой, поэтому не желаю, конечно, себе этого фактора. Поэтому еще, конечно, способы немножко, потому что у меня, конечно, как вы понимаете, я пришел из Пуделиного мира, у меня Пуделин в салоне Лебешона приезжает стрижаться очень много, не сравнить, конечно, по количеству с ёрками, да, но уникально 30 декабря у меня состоит из Пуделиного Лебешона. Я в шоке. Я, конечно, десерт другой. Придуму, 15 ёрочку пострягу, бабла срублю и пойду на ноль. Не тусто было. Все мои любимцы записались туда и ничего не скажут. И вот эта заготовка, из которой мы сейчас с вами будем делать модерн, который не будет выглядеть так, как будто мы с ним что-то делали в машине. Против шерсти спина, не доходя до лопаток. Спина пола одна треть, да, бедренная задняя часть, чуть в сторону от основания хвоста, низ живота против шерсти. Средняя часть грудной клетки фо. Передняя фо от основанюха вертикальная линия вниз, это оставляем для моделирования ложницами. Убираем руку и плечо сбриваем по шерсти без перехода к ноге. Она стала элегантной. Жив сбрили, да? Как липасается. Ну, давайте все-таки предложим вам свою последовательность, да? Потому что заняем упражнение показательное, все-таки мы не без практики работаем. Поэтому начну с задней ноги. А когда учу своих студентов, конечно, чтобы они поняли принцип, которым работаю, да? Учу с передней. Вот. Ну, начну, собственно, в своем порядке, как сам делал. Начинаю с окантовки лапы. Два способа окантовки лапы у нас есть. Смотрите. У нас есть выстречный способ окантовки лапы от фаланги. И соломия, если просит покороче, от границы. Ну, если сегодня соломия, давайте мы можем сделать и соломию. Вот лапы. Смотрите. Расчесали вниз. Ну, точнее, на первую ночь. С первой ночь. С первой ночь. Расчесать наверх. Встряхнуть обязательно. Видно? Это единственное действие, которое вы можете делать с поднятой ногой вверх. И от основания окантовываем во внешнюю сторону. Не закругляем высоко вверх, потому что не знаю еще что. Размер и объем ноги. Задачу входит мою сейчас. Чтобы вы увидели точно точку соприкосновения. То есть вы лапу сейчас должны увидеть точно. Если клиент просит меня сделать покороче, то, условно, в нижней части я могу себе позволить открыть побольше лап. Полукруг должен быть при виде сзади. Полукруг при виде сбоку. И полукруг при виде спереди. Со всех сторон полукруглая лапа. Последовательные стрижки задней ноги. Хотите, запишите, заполните. Объясню, в чем тут секрет. Всегда нужно начинать груминг с той стороны, которая короче. Если вы начнете с более длинной стороны, да, уберете с нее много, вам придется убрать. Внутри больше, и нога сразу у вас похудеет. Поэтому последовательность стрижки задней ноги. Внутренняя. Внешняя. Задняя. Передняя. Внутренняя. Внешняя. Задняя. Передняя. Задняя. Как вам так расположиться, чтобы вы увидели. Значит, шею супузеля. Никогда никуда не стрижем зачесанную на этой нью-йорке, которую мы все время зачесываем сами внушки. Мы все время взбиваемся, поднимаем. Наверх. Я не люблю эпизодическое подчесывание. Я предпочитаю расчесать ногу, выстричь ее, да, но придать форму. Расчесать снова все и заровнять. Когда мы начинаем подчесывать тут-тут-тут, здесь шерсть опускается, особенно если речь идет о шерсти более мягкой, да, как бы здесь опустилась, там подчесали. И нога вся уходит, завинчивается по спинам. Внутренняя. От бедра вертикально вниз. Коротко. А когда делаете внутри-снаружи, обязательно стоять сзади. Да, очень важно в грубинке пузеля. Занять удобный ракурс. Можно приподнять. Убираем только то, что видим. Делаем заготовочку. Невозможно выстричь колено отсюда. Внешне, смотрите. Небольшой оттагин. Отсадим эмбриды с вами. Смотрите. Вот она. Небольшой трапецией к задней части. И не вертикально, а под небольшим углом во внешнюю сторону. В грубинке задней ноги бережно относимся к шерсти на скакательном суставе сзади и с внешней стороны. Состригли здесь ноги колесом. Состригли здесь, убрали ноги иксом. А должна быть вертикальная трапециевидная. Вертикальная внутренняя и под небольшим углом внешне. Здесь удобно стричь, а правая задняя нога конца не держит. Заметьте, ничего пока не закругляем. Вертикальная корена. Сейчас туда лучше возвращаться. Нет, наоборот, как раз туда пошла. Сейчас я на стол вернусь, кое-что сделаю. Самое главное, очень важный момент в том, что вот здесь не должно быть очень много шерсти. То есть занятость не должна быть широкая. Обережно как раз относимся. Вот отправная точка. Поэтому здесь как раз, ну, как вы понимаете, двину ног согласовываем договоритель, да? С владельцем. Приняв решение, можно встать с буквы и заравнять. Очень наглядно видно. Внутренняя вертикальная. Здесь под небольшим углом ушла. То есть нет такого принципиального ножницы. Должны стоять. Здесь ножницы... Вообще, что вы посмотрите. Любое действие поперёк, это нарезка. Просто внутри именно... Я стараюсь в любом месте выстрелить либо собаку на край стола. Делать концами вверх или концами вниз. Я достигаю гораздо быстрее результата, чем я буду делать поперёк. Да? Это будет постоянная нарезка. Когда работаете по возможности концами вверх или вниз, вы добиваетесь результата гораздо быстрее. Смотрите, что получилось у нас. Как же ты успеешь за мной. Ребро. Видно? Между верхним горизонтальным и боковым ребром. Вы его просто убираете. Видно? И получилось ребро между тем, чем вы бревали, и тем сбоку. Вот с этим ребром поинтереснее. Смотрите, сверху побережнее, а снизу где переход? Поглубже. Вот здесь поглубже. Видно? Всё это мы делаем, несмотря на то, что мы кое-что сделали машинкой, невозможно вот эту красоту всю создать. Вот у нас такая получилась уже, да? Начинает попковырисовываться. Теперь, соблюдая последовательность, которую мы с вами задумали, смотрите, мы будем стыдить заднее. Вся красота на скакать не создает. Усекли нога какая? Прямая. Лобовны. Хоть и коротко, но... Смотрите, с чего я начну. Я чуть-чуть, сейчас для вас, страну, не с той стороны, с которой надо, сделаю более глубокий. Переход. Переход. Более плавно. Видно? И он, соответственно, немножечко у меня опустился. Для вас сейчас делаю, потому что в том действии, которое сейчас я делаю, нужно стоять нигде от вас. Смотрите. Теперь, приподнимая шерсть на скакательном суставе, самое длинное соединяю по прямой вот с этой короткой точкой. Смотрите. Вторая нога будет закрепим. А что характерно, создав заднюю, передняя, смотрите, она параллельна. И можно прямо снизу. Но, когда делаете вертикальную линию, обратите внимание, бедро не должно быть слишком узким и слишком широким. Чтобы был айтир, смотрите, помните, колка, хвост, середина стояния? Видно? Можете прочертить себе прямо на собаке полосочку, и вот эта линия передняя, вот передней ноги будет чуть-чуть сведена. Но мы не доводим до конца. Видно? И делаем плавный переход в области плавной складочки. Видно? Остается у нас вот этот вот объем, кусочек, да, который топорщится. И мы этот объем убираем. Обратите внимание, что на данном этапе мы с вами не скругляли ничего, да? Просто делаем заготовочку. Ногу, так сказать, обработали с четырех сторон. Видно? Четыре плоскости и ребрышки. Внутренняя, передняя, да? Задняя и задняя. Закончим. Мы начинаем скруглять ребрышки. Внутренняя и передняя исключительно только вот отсюда, при виде спереди. Абсолютно авторская последовательность. Ни одного слова ни у кого не позаимствует. Задняя ребрышка. Тут фактически даже вот оно все. Видно? Вы помните скругляли вот здесь? И вот оно переходит вниз. Только очень бережно относимся к шерсти на скакательном суставе. Внутренний задний. Можно посмотреть на сторону внутри. Убрать в парковой области лишний объем изнутри. И вот тут вот снизу всегда коротко. Нога анатомически повторяет естественную форму. И последнее действие, которое вы можете сделать, чтобы ее завершить. Смотрите. Чуть-чуть закруглить ее скакательный сустав сзади, особенно если вас попросили. Да? Ну бережно. Ни в коем случае не снизу вверху. Не видно? Нет. Спину нет. Я бы меня снова упразил. Зря я спросил. Видно, не видно, да? Футболку видно. Да. И снизу от пяточки закругляем снизу вверх. Чтобы нога приобрела законченное положение. Что характерно? Вратить внимание. В данном случае, если бы шерсть была мягкая, я бы почесывал полностью. Почаще. Но у меня шерсть хорошая, хорошо очень держит объем. Согласны? А что вы не повредили? Сейчас скажу. А где вы стоите? А где вы стоите? А где вы стоите? Да. Значит, что характерно? Что мне нужно для завершения этой ноги? Вот теперь, когда я взял заготовку, да, я ее беспощадно все прочесываю. Хоть бывает. Знаете, как особенно раньше, вот еще когда менее опытный был, сделаешь такую ногу, что трогать расческой не хочется, да, как бы. Но на высоту. На слишком все равно придется перед рингом, понимаете? Поэтому вот я ее прочесал. И вы видите, что мне практически ничего здесь делать особо не придется. Начинаю так же. Посмотрел сначала изнутри. Посмотрел с внешней стороны. Начинаю всегда смотреть оттуда, откуда нужно. Шанкеры. Ну, местами так вот, так сказать, для вот изюмистости. Чуть углубик переход. Начинаем придавать завершение. Проверить между. Если просто убрать короче, и смотрим профиль. Выполнил все при виде заднего и переднего. И завершаем. Напоминаю, когда сейчас у нас с вами в тени салона грубит, то вы понимаете, что, как правило, ноги как вас просят постричь? Короче. Это то, что мы сейчас делаем. Средняя длина ближе к короткому, чем к нарядному. Вот. Ну, в принципе, вы знаете как, обычно у меня так три прочёсывания. Первое, второе, третье и просто нога уже люкс подкрёчь. То есть, если её ещё раз расчистать и шлифнуть, вы понимаете, из неё вообще почти уже ничего не вылезет, да, как бы? Ну, она будет уже просто вот эти вот моменты. Паховой, да, всегда. Ну, тут ещё серебристая шеф, она имеет специфику, всегда чуть-чуть подтягивается. То есть, чуть-чуть вот. А вы вот эту паховую линию короче делаете? Вертикальная линия, не доходя до паховой складки. И оттуда, оттуда прям полукрыжочек. Потом достал всё и немножечко выглядел. Видно? Видно? Зря спросила. Вот это не длинное, будем так считать, но профессиональная нога, модель. Секрет того, что первой мы с вами свели переход от бритву к небритву. Согласны? Угу. Как вы понимаете, сейчас вот это всё у нас и с вами и уйдёт. Да, постепенно? И наша собака превратится в такой вид, как будто её не нестребили. Не брили, точнее, а только всю делу. Если хотите там схитрить, здесь к этой фактуре можно добавить немножечко на переходы к шанкеру. Они тоже фактурят, понимаете? Поэтому будет казаться, здесь фактура насадки, а здесь идентичная фактура, да, шанкера. На пиножниц будет, ой, советские времена, не поверьте. Стригли, потом спину мочили водой, делали кудрявые. Шапочка пышная, ножки пышные, а спинка кудрявая. Создавать такой вот финин. Саня, я следить ножницами, бить корпус. После того, как ножницами корпус постриг, мочу. Ну, расчёсочкой кудри, курли создаю, но не пробую ноги. Тоже такая изюминка была. Передние, начинаем с окантовки. Расчёсали кверху. Обратили внимание, что я ноги стригу в абсолютно естественном положении. Не поднимаю вообще, только могу поднять во время окантовки. Значит, что касается изогнутых ножниц. Нельзя ими слишком сильно увлекаться. Первостепенные ножницы, безусловно, прямые. И вы понимаете, что вы прямыми можете сделать изогнутую форму? Можете. А изогнутыми прямыми? Нет. Поэтому, если вы будете слишком увлекать от изогнутых ножниц, у вас всё время будет гнутая собака вся. Ну, я всегда тут автомобильные примеры привожу. Кто у меня учился, тот знает. То есть, если вы получаете права, отдаёте их на механической короткой передаче, вы легко поедете на автомате. Поэтому, если вы не будете прямыми делать изогнутые формы, для развода будет помощь. А если вы учились на автомате, фигушки вы на механике двигались. Так и здесь. Так и здесь. Поэтому первые ножницы для Путия достаточно вообще, чтобы его красиво постричь одной пары прямых 8-9 дюймовых ножниц. Акантамон. Последовательность стрижки передних ног иная. Вот, она совершенно иная. Передняя, задняя, внутренняя, внешняя. Самые распространённые стрижки, ошибки при груминге передних ног в пузе. Раскрешённые. Хотя сейчас в корейском стиле, вы знаете, да, там во всех этих продвигаем, да, это раскрешение. Более распространённые, заострённые книзу морковки. Вот у меня. Это морковки. Да, это морковки. Вот. И очень часто начинают стричь сзади. Поэтому сзади снимают много. А потом понимают, если спереди снять много, получается нога совсем тонкая. Поэтому будем начинать от коротких участков. Спереди, сзади. Внутри снаружи. Самая короткая шея будет на передней части. Чуть длиннее на внутренней. Чуть длиннее на внешней. Самая длинная на задней. Если вас попросили постричь ногу, максим-макси коротко. Прям дудочку сделать, да. Если вы сзади оставите чуть больше, чем спереди, внутри и снаружи, у вас будет нога профессионально непострижена. Понимаю. Вот. На долечку. Сзади. На длиннее. Сейчас скажи про резону. Итак. Для того, чтобы работать концами ножниц вверх или концами ножниц вниз, мне собаку проще, да, чтобы не поперёк. Видно? Выставить на край стола. Спереди убираете от основания когтя. Видно? Угу. Здесь главное самое. Делать линию абсолютно вертикальной. Передняя нога корректно, подстрижена правильно, если она абсолютно вертикальна. Очень часто уж уводят вперёд. Если вы делали её корректно, вот тут у вас очень коротко. Видно? Причём почти упираетесь. Причём, что характерно, смотрите, сделав вот это углубление, потому что у пуфеля форма такова, округлая форма грудной плевки и вертикальная линия передней ноги. В принципе, можете даже немножко форсировать события. Смотрите, потому что здесь вот машинка даёт. И сразу, как только вы сделали переднюю ноги, можно немножечко закруглить шерсть на грудной плевке. Пропорционально передние и задние должны быть равны, поэтому вот эта грудная часть определяет на толщину передней ноги. Когда делаю спереди сзади, смотрю сбоку. Я делаю квадратную ногу, как вы понимаете. А потом так же буду скруглять. И начинаю всегда в короткой части. Чтобы сделать внутрь и снаружи, мне придётся стать где? Спереди. Поднял противоположную. Здесь сразу, смотрите, помните, я не выгревал между ногами. Вот самое время выстричь примерно на ту длину, на которую вы были. Я туда с машинкой не любитель залазить, потому что там можно сделать порез на паслок сварка. Почесаю. Внутренняя вертикальная. Знаете, в чём преимущество моего вот этого способа делать сначала ногу квадратной? Мне, как вот обычно, знаете, сделать ногу, посмотрели, ой, пышная слижка. Но уже всё сделали. Сделали ещё раз. Посмотри, ой, пышная. Третий раз сделала, посмотри, ну всё, пипец, перестараем. Здесь преимущество этого способа в том, что согласно потребностям клиента я сразу делаю себе заготовку по длине. И потом у меня нужно время только на то, чтобы шлифовать, а не на то, чтобы менять решение. Смотрите, внешне может быть, в случае с не слишком широкой грудной клеткой, под небольшим углом уходить во внешнюю сторону. То есть заднее, внутреннее и береги вертикальные. Здесь, потому что у нас есть плечо, и она будет его продолжение. Не должно быть никакой торчащей ступени. Правую ногу удобно здесь делать, вам концами нужно скруглять. Заметьте, пока ногу не подчёсываю, делаю заготовку. Так вот, как скруглять, вам решать. Здесь есть два способа. Можно поперёк скруглять изогнутыми, а можно концами вверх, концами вниз скруглять прямыми. Я предпочитаю скруглять прямыми. Я предпочитаю скруглять прямыми. Там вот заднее внутреннее поперёк чуть-чуть придётся. Это удобно будет сделать концами вниз. То есть я достигаю максимального результата гораздо быстрее. Скругляем прямыми локоточку. Прямо ножку мыслям подлинно пополам. И к локоточку чуть-чуть, не побояясь, сделать лучше. С локоточкой сейчас отдельная будет история. Я скругляю прямыми. И чуть-чуть, если нужно, снизу можно подкруглить. Так вот, обратите внимание. Все действия. Ну, невозможно сделать вертикальные цилиндры, если стричь ногу в подних положении. Да, вы поставите, и у вас будет искажение. Я всё сделаю в положении ноги естественного. Теперь я её поднимаю, и вот он, видно? Вот он мусор. Смотрите. Здесь вот по форме грудной клетки, а здесь вот по форме локта. Но уникально вот самое последнее действие. То есть не начинайте с локтя, чтобы на нём не было убирки. Если это действие будет у вас последним, то реально локоть никогда не будет. Это сейчас стрижу пудлю до встречи Георга, да? Опять, чтобы закрепить действие, беспощадно всю красоту, которую навёл, прочесываю. И обратите внимание, что у меня прекрасная заготовка. Согласны? И у меня остаётся чуть-чуть. Обратите внимание. Вот переходим на шажок, открывать снова ракурс. Да, переходим на шажок, открывать снова ракурс. То есть нельзя стоять статично и загибать руками. Нужно обязательно во время грумира работать корпусом. Я ещё раз вам повторяю. Работа концами вверх, концами вниз гораздо быстрее приносит результат. В своё время в Петербурге участвовал в конкурсе грумеров. И там было много негативов, потому что я был очень хорошей моей подругой. Вот там Амин приехал, всё понятно. Ну, петербуржцы такие они вообще не любят. Я родился в Рязани, да? В Москве я лимитар, а в Питере я москвич. Не зря в Москве так вот я как-то шлял. Поэтому не очень ко мне было, так сказать, настрой хороший. Только они не учли того факта, что до того момента, как я вышел туда, я соревновался в Европе и в Америке. В принципе, знаю всё об этих соревнованиях. В общем, недавно, про который был много негатива, когда я выполнил всю собаку, практически, всю заготовку за 35-40 минут, она только добривала ноги. То есть вопрос снялся по ходу маршрута. Почему он убедил на этом конкурсе? Вот такая нога. Сейчас сразу закрепим. Обратите внимание, что у нас с вами еще одна ступень ушла. То есть мы с вами делаем, остается у нас вот это вот с крылом. Но мы на десерт сейчас голову отложим. Поэтому сейчас закрепим с вами передние и задние ноги. И на десерт у нас будет хвост и голова. Ну, я своих учеников практически разогреваю на передних ногах, потом срежем заднего, потом разогреваю на хвосте, потому что принцип общей исторической хвоста и головы. Причем я делаю ноги, но начинаю с переднего, потому что задняя сложнее. На мой взгляд, самое сложное в времени пузырь – это задняя нога. Передний вертикальный цилиндр, а задний являет собой совокупность. Да, такую вот. То есть трудно даже определить, сточитель в какой-либо фоне. Напоминаю, что при работе корпуса с машинкой исключительно внешняя линия передней ноги может быть не под небольшим углом, уклоняться на внешнюю сторону. Начинаю с окандовки. Я всегда рассказываю, кто там, кто меня был, знает. У меня мой педагогический путь в учительном рисовании я свой начал как раз с выставочного громада пути. Состоялся мой первый мастер-класс по выставочному громаду пути в 99-м году. Первый раз. И я стал самым счастливым человеком в тот день. Стал педагогом. Не учителем рисования, а педагогом по громаду. Поэтому я ехал в метро с Октябрьского поля и своим сиянием озарял всех, кто ехал со мной в Анне. У меня не было тогда мобильного телефона. Я в 98-м году приехал первую в Финляндию на чемпионат мира. И я обратил внимание, что в Финляндии мобильный телефон у всех детей. А у нас тогда были только новых русских. Большие. И тогда не было мобильных телефонов. Я не мог никому позвонить. То есть мне нужно было добраться до стандартного телефона. Сказать, что я остался как педагог. Я счастлив, можно меня поздравить. Я, естественно, это сделал. На следующий день у меня были практически занятия. Как раз шоком для меня стало, что я нереально никогда никуда не был я. Кроме того, что я хороший, открытый парень. Рассказался честно. Но по сути мне нифига не понятно. Потому что программа абсолютно сырая. Не было в ней ничего. Ни с чего начинать, ни с чем заканчивать. Понимаете? Поэтому они только псевик. А когда начинать, а с чего начинать? И вот с тех пор я стал разрабатывать все это. Чтобы как раз до учеников донести, откуда ноги растут. И, конечно, поражаюсь порой результатом. Потому что начинающие грумеры делают работу очень достойную. И даже не только под моим руководством, а и самостоятельно. Ну, путь я как раз скульптурный больше форматный. Потому что мы рубаем. Здесь практически нет приемов. Здесь нельзя как в енке. Зажал, отрезал, опа, висок. Зажал, опа, затылал. Лучше подобное все. Здесь вот, как есть. Но, с другой стороны, зато не свисает. Итак, расчесал. Опять же выставляем окрасть стола. Видно? Спереди, сзади, внутри, снаружи. Спереди, от основания когтей. Вертикальную линию. Можно даже сразу переход. Сделаем. Начиная с короткого участка, вы лишаете себя, так сказать, шанс наше. Когда начинаете с того участка. Если вам надо еще укоротить ногу, можно еще укоротить спереди. Всегда начинайте укорачивать с короткого. Ну, что бывает. Примерно протянул. Объем ноги мне уже известный. И убрал сзади. Концы ножницы держу вертикально. Делаю квадратную заготовку. Ну, вообще, если вспомните, в детстве, в уроке рисования первое, как мы круг рисовали из квадрата. Помните? Квадрат. Посередине крест. Потом по диагонали. И вот так вот отсетчики взглянут. Мы с вами фактически делаем, как раньше. У меня программа, моя учебная, основана на геометрии. В большей степени. Приходят люди, далекие от анатомии. Потому что анатомию, как раз, не знаю, познать сложнее. А геометрию все изучали в школе. Все какие-то азы, какой-то каркас у всех есть. Точки вертикальные. Внутренне. Можно так же коротко, как спереди. Можно чуть-чуть длиннее. То есть мысленно вы должны понимать, что если вы представите себе ногу, переднюю, и мы посмотрим на нее сверху, то косточка не посередине. Она сдвинута вперед, потому что у нас спереди коротко, и чуть-чуть внутрь, потому что у нас внутри короче, чем снаружи. Напоминаю, внешне. Здесь концами вниз удобно, здесь слишком неудобно. А здесь будет удобно делать ее концами вверх. И она чуть-чуть может быть, в условии, что мы делаем работу корпус машинкой, и мы сводим на ту длину, которая у нас на плече. Может немножечко трапеции чуть-чуть уходить в сторону. Главное, чтобы здесь не было никаких выпустей. Заготовку создал. Квадрат четко прочитал. Скругляем. Летающий ножен с эфиром «Командор». Вообще для меня открытие этого года два. То, чем мыть пудель. Пока я вам не сказал. Сейчас скажу. Пока я вам не сказал, да? И уникально. Вот это вот. 8,5 длинные. А самое главное, что раньше у «Командоров» была одна проблема. Они не были выносливыми. Вот скажем. То есть раз, и что-то холкнуло. Перестают там стричь кончиками. Такие были достаточно близними. Вот эти ножницы, которыми я сейчас лягу, сколько они бешёвых пудель перестригли. Вань, когда мне их давят? Не в сентябре. Значит, и Вань. Но в сентябре я их неровно точил. И перестригли, и Бог знает, сколько собак. Это вот не реклама радио, а просто доброго дружного. Мы тоже сейчас же растём, стараемся. Да, дружно. Я даже Ивановичу позвонил и сказал, что я готов поставить на них командора и на Антони. Я готов их рекламировать. В этом качестве я готов их продвигать. Потому что пока только пилировок не хватает мне хороших, ну, я думаю, что вы меня услышите, да? Да. И появится хорошее пилировочное. Они не те, к сожалению, не хорошие ножницы, но они полу пилировочные, как бы полушанкерные. У них слишком редкие зубы пилировочных и слишком частые для шанкера. Поэтому они полетают, да? Как бы не слишком бархатные, не слишком грубые. Не до шанкера. Не до шанкера, да. Ну, они как бы в рабочей хороши, но мне, конечно, лучше бы финишную хорошую пилировку иметь под рукой, чем ни туда, ни сюда. Помните, что в конце делал? Вот вокруг вдохнуло ходим, да? Ну, теперь поднимаем. Здесь по форме грудной клетки, а здесь по форме локтя. Опускаем, и никакой дверки нет. То есть локоть самый последний. Что бы локоть не топорщилось? Смотрите. Мы с ним ногу пополам поделили. И от половины логоточку чуть-чуть глубже сделаем. Заготовка готова. Ну, на последнем этапе можно какой-то инстатик даже использовать, но при условии того, что мы его сейчас купили. Почему? Ну, не обязательно. Что, сколько осталось? Нет, нет, нет. Ну, что, тридцать. Скажите, конец нейр можно запущать, нет? А? Да, да. Хорошо. 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 И, естественно, расчесав беспощадно, я не побоялся. Я перемещаюсь вокруг ноги. Вот опять поднимет. Попробуем. Че, попробуем? А может, не надо? Мы девчонкам вам правила, как она на них направили. Тут не всем. Не всем. Попробуем. Вы говорите, ладно, мы тут коллективы будем включать. Включать. Если бы сейчас не стремлюшили, я бы уже в области валялся. Когда подправлю, что за романом лучше было. Палкой? Да. Немножечко финального завершения. Ну вот знаете, вот, наверное, просто чуть-чуть вперед забегая, чуть-чуть. Вот вам так, да, вот, смотрите. Крыло это видите? Чтоб суть была ясна. Смотрите. Никуда не надо, да? Никуда не загибать. Убираем только концами ножницы вверх, смотрите, вертикально. По той же ширине. Переход сейчас будем делать таким. Чуть-чуть форсируем, чтобы вам дать авансик вот этот. Прямо от нижнего основанюха. Видно? От нижнего основанюха никуда, ни туда, никуда не закругляем. Просто от нижнего основанюха. Это очень вкусный поделимый переход. Именно если он выполнен как раз руками. Вот этот вот элемент, выполненный руками, придает вашей стрижке профессиональный вид. Когда я учу людей стричь собак, я ставлю цель их не только перед собой, точнее, не только научить их делать хорошо для клиента, но и делать лучше, чем у клиента. То есть быть еще и на уровне среди своих камер. Так вот. Видно? Это всего лишь мы убрали, немножко форсируя события, здесь крыло. Плено, через минуту, никуда не загибает, только от основания вытекает по ширине, которая у нас заднего на плече, десятка, да, насадка по шерсти. Закрепляем заднюю ногу и хвост и глаза. Начинаем закантовки. Опять что-то увидели. Очень важно уметь перемещаться вокруг пуделя. Каждый раз, перемещаясь, открывается какой-то новый ракурс. Расчесали вверху, встряхнули. Единственное действие в груминге ног, которое я запускаю себе в поднятом положении, это окантовка. Мы здесь окантовываем с вами коротко. Отфалами. Мои собаки, которые со мной работают, они к таким моим лихим разворотам приучены. Но у меня не грубые руки. Я не беру их за те места, которые им больно и дискомфортно. У нас собаки, безусловно, к рукам привыкают. Знают уже все эти действия. Чуть-чуть окрутовал. Теперь внутреннее, внешнее, заднее, переднее. Давайте отнимем. Понятно, что когда одна нога уже сделана, работать безусловно сложно. Но опять, смотрите, если вы хотите симметрию, чтобы не было ошибки, лучше нам ногу, которую вы сделали, что? Начинать приподнять. Просто, чтобы вы уже точно ориентировались на объем. От внутренней части бедра вертикально вниз. Внешне, напоминаю, чуть трапеции к задней части, под углом во внешнюю сторону. С этой стороны удобнее делать концами вниз. Напомню, что очень бережно относится к скакательной заднике с внешней стороны. Очень важно. Здесь, вы знаете, вот в этом как раз случае, когда я вам показываю, не очень много неудобных мест. Потому что, если все делать ноженсами, ну все, да, корпус, там есть места, которые, ну вот, например, под руку, да, а вот не под руку. Но хотите симметрию, должно быть одинаково. Если здесь, ну, концами вверх, концами вниз, все-таки все нормально выглядит. Потому что невозможно делать заднюю, ну, внутреннюю, невозможно делать боковую, стоя сбоку. Понимаете? Потому что видно только сзади. Сделал. Причем, вот сделали, когда ее, смотрите, подшлифовать, например, видно, стоя сбоку можно, если уже она сделана. Обычно вот это сносит. Если делают этот сбок, туда вот прямо закругление идет. Сложная форма у пуделя. Даже здесь мы ее чуть-чуть подрисовываем. Не у каждого пуделя анатомически красивая задница. По большому счету. И мы поэтому вот этот вот уголочек чуть-чуть, да, вот доводим до ума. Подрисовываем. Ребушка видно? Угу. Ребушка видно? Угу. Ребушка видно? Снизу. Поглубже. Кверху. Чуть побежже. Вот, снимем мы сейчас это с руби, и у нас будет та самая грубая, плоская задница. Потому что до идеального строения задней части у пуделя, это должна быть идеальная мускулатура и хорошо очень выраженный седалищный бугор. Здесь еще собака берет своей толстотой, да, как бы. А если какие-нибудь маленькие такие точки, щуп-щупленькие, да, щедушненькие, такие с узенькими, там вообще. Итак, что делать потом? Заднюю и последнюю переднюю. Начинаем с перехода. Смотрите. Я его просто... Смотрите. Тяжело. Ну, побереги. Немножко осталось потерпеть. Сейчас я вам сломаю данной фушетной части. Чуть-чуть его углубляю. Делаю более плавно. Видно? Затем поднимаю шерст на скакательном суставе. Она имеет форму, обычно это опускаться. И от самой длины по прямой соединяю короткой точки. Можно и более изогнутую делать. Можно взять, если более короткие ноги, смотрите, изогнутые ножницы. Видно? Здесь вот поработать. Вот, знаете, каков вам дам совет? Если когда будет стричь что-то подобное, вот здесь очень коротко. Почти до тела. Тогда у вас все получится. Если вы вот здесь не дострижете. Видно? Нога будет прямой. В холках хвост, середина расстояния. Начертили себе. Видно? Так. Передняя, повторяя форму задней. Здесь как раз не под руку. И не допуним. Вот сейчас будет очень наглядно видно вам. Запахиваем. Вот. Концами вниз можно шлифовать. Вот. А вот тут вот делаем с вами изогнутый красивый переход. Это очень важное место. Очень некрасиво. Я не забреваю. Обратите внимание, да? Оставляю его для моделирования ножниц. И вот сейчас вы очень хорошо увидите, что вот этот вот кусочек. Здесь вот два способа. Более правильный. Смотрите. Не под руку. Видно? А там он был? Под руку. Всегда что-то с одной стороны под руку, а что-то с того, что не сподручен. Вот. Красивая ножка. Ребрышки. У нас ребрышка. Сейчас очень один. И обязательно внутренняя передняя только при виде фонда спереди, да? Ага. Сейчас один очень красивый, хороший прием покажу. Как вот эти два ребрышка, которые сзади, закруглиться. Он идентичнее для двух сторон. Вот. Вот. Это прям себе обязательно проверяем. Прямо встаем. Чтобы не допорщилось. Так вот, смотрите. На одной или на другой сзади можно положить ножницы. Видно? Да. И убрать. Только не прижимая. Какая-то новая сустава. А здесь было. Причем удивительно, но технически это не грамотно. Да? Потому что я делаю не оттуда, откуда вижу. А вы видите изменения. Согласны? Которые у нас получаются. Плотно прямо встать ножницы. Видно? Прямо в кожу. Изогнутая форма. Красивая. Ну, здесь задача наша. Подчеркнуть угол сочленения. Сделать салонный груминг максимально приближенный к профессиональному. Причем я вам даже скажу, что не факт, сделая мы такой для выставки, потому что модель является выставочной стрижкой, не факт, что мы получили его по этому поводу. Причем. Будет замечательно. Вполне. Может быть, я бы оснашел все-таки лучше. Как бы, да? Хотя, честно скажу, прошло бы. Скакательный сустав чуть-чуть сзади. Ну, здесь не нужны никакие нитки, да? То есть это не значит, мы бережем, но не значит, что выращиваем, да? Потому что скакательный сустав в пуделя все-таки закругляется снизу. Потому что у пуделя движение толчок. Если вырастим много и положим на пол, будут движения лыжника афганы. А нам нужно, чтобы он толкался. Ухожу по профессиональному микробингу. Вот она такая. И снизу. Попросили вас коротко. Это не вопрос. Можно и покороче. Но все равно берите вот это место. В нем вот вся красота. Можно чуть-чуть границу вот от хвоста укоротить. Вот смотрите, как мы с вами лихо из этой заготовки трансформируемся в красивый модерн. И кто нам еще здесь, да? Сейчас голову доделаем. Абсолютно аналогичные границы в бешон-фрезе. По забреванию. Ну, принято говорить, есть такое, да? Бытует мнение, что, мол, пуделя сложнее всего стричь. Кто стрижет пудель и умеет тот кого угодно. Кто стрижет – полная фигня. Как бы мы прекрасно не умеем стричь пуделя, ничего общего вы не найдете. Ни с терьерами, например, не с терьерами. И ничего общего с испаниелем. Абсолютно. Нигде вам, кроме пуделя, не поможет вообще. Вот в этих двух направлениях. Почему все-таки соглашусь про то, что пуделя стричь сложно? У спаниелей, терьеров – один вид, один фасон. У шнаусера – в одном фасоне. Коперы американские, английские – да, в одном фасоне. У пудель только шесть-пять выставочных, которые нужно знать. Все остальные – один выставочный, один породный. Вы его выучили и стрижем, да, и совершенствовались. Здесь только пять выставочных. И сколько еще помимо этого домашних, да, как бы? А что касается домашних, в тех породах, которые сказал, там, как говорится, под машиной. Вот так. Элегантно. И остается хвост, и надесять голова. Начнем ошибка и проблема сейчас для многих с грумингом хвостов. Хвосты, как вы понимаете, сейчас в основном не купили, ну, в большинстве случаев, не купированные. Да, редко увидите хвост, который купирован, редкие значения остались уже. Поэтому самая большая ошибка – это, безусловно, не надо стричь хвост вот так вот собрать его, хотя он уже будет елочкой морковкой. Невозможно постричь хвост круглый, как раньше, когда он был купирован, да, хвост будет иметь форму хавания. Вот. И самое главное, что, ну, как говорят, знаете, по стандарту будет хвост, да, либо без пятнадцати девять, либо пятнадцать минут десятого. Да, его положение. Ну, сейчас очень много хвостов, лежащих, ну, на спине, в том или ином положении. Но самая главная еще ошибка многих – он не прямой, он собут. Поэтому, когда его выпрямляют, и стригут в выпрямленном положении, потом он ложится, и вот здесь получается выпрямленный. Поэтому мы будем его стричь корректно. Ну и смотрите. Придаете ему естественное положение. Придаете ему естественное положение. Сейчас немножко чесану. Смотрите. И расчесываем его на четыре стороны. И как бы вот прям в естественное положение его верно. Держу. Наш ликончик. Ну, если бывает на бок загнут, да, как бы. Бывает так. Поэтому, конечно, лучше всего еще посмотреть, как в жизни запас все равно должен быть. На пальчик. По-любому. А вот сзади очень аккуратно и бережно оставляйте подлиннее. Уберете его сзади, вы его подчеркнете то, что он завален на спину. Оставите его ногу спереди – тоже завалите его на спину. Уберете его ногу сзади – завалите его на спину. По бокам мы определяем в зависимости от нарядности фасона. Пышные ноги – пышный хвост. Средние ноги – средний хвост. Да? Самое главное – не может быть огромного хвоста и маленьких ног. Но маленький хвост и пышные ноги может быть. Смотрите, я его сейчас закругляю с двух сторон. Я закругляю его справа, в зависимости от нарядности фасона. И постоянно держу его в естественном положении. И закругляю его с левой стороны. Кладу. И только у основания, видно? Вот помните, как лапа окантовывает? Вот я также окантовываю его от основания. На конкурс когромеров, когда сужу – беда просто. Вот с этим местом. Я его расчесываю, да, вот очень часто. Вот прям проверяю. Оно никогда не растрижено. И что касается его передней части. Смотрите. Я снова придам ему естественное положение. То есть вот эту часть переднюю. Я не буду повторять действие, она раскладывается. Смотрите, я снова придам ему естественное положение. И закруглю ее снизу вверх в естественном положении. И вот таким образом у меня этой рыбы не будет. И хвост будет смотреться корректно. Потому что я стригу его в естественном положении. В сущности, из того, что я наиболее часто сегодня повторяю – это естественное положение. Как в жизни. Когда вы стрижете в естественном положении – не будет искажений. Подстригли в неестественном – получили. После этого встряхнули. Расчесали во все стороны. Беспощадинка. И немножечко шлифом. Тут приятный шелест. Ноженец командор. Спасибо компании ООН, которая платила этот мастер-класс. Не надо забывать. Антона, который рассказал вам про щетки. Которых нету. Которых нету. Как работает эта машинка? Дебух его знает, да? Ну, знаю точно. Щеток нет. Все нормально. Так это плохо. Для меня. Нет. Ремонт. Мне кажется, что ты сейчас вообще во всей стране у нас… Тебя вообще не должно быть плохо. В принципе. Тебе вообще не должно быть плохо. Тебе вообще не плохо. Заточни все яруси. Итак. С ногами с мостом разобрались. Убираю второе крыло. Причем смотрите. То крыло было мне удобно убрать, стоя спереди. А вот это крыло мне будет удобно убрать, стоя сзади. Главное, в конце нужно сверху. Ну, не знаю. Когда ты грумеров заменит роботы. Ну, на наш день, я думаю, хватит. Хочется, мы в хорошее время родились. Нет. Вы знаете, это всегда очень… Когда смотрят на эволюцию груминга, да? Вот. Истрижки, там, пудели, там, тридцатых годов. Такие тяжелые, не элегантные, да? Как бы. И вызывают улыбку. Я представляю его через пятьдесят лет или сто. Как будет вызывать улыбку то, что мы делаем с вами. Да? В это время. Ну, формы становятся более элегантными, более облегченными. Опять же, можно приводить к примеру автомобилстроения. Сторон, чем гладатые автомобили, да? Первые. И промежутчные часы. Ну. Может, даже увидим, как полетят. Потому, как быстро сейчас сверху. Окей. И уже там. Уже концепт. Да? Это было бы актуально. Ну. Я боюсь, чтобы не видно. Пятые элементы у Кобессона. Да? Пятые элементы у Кобессона. Облачно-атласная усила. В принципе. Все нам показывают. Такима, как это будет выглядеть. Это так и будет. Реально. Значит, смотрите, что делать. Как же мы? Встать. Встать для нас. Крылья убрал. Видно? Теперь буду делать. А давайте вот так же. Буду делать изогнутый. Плавный. Вот. Стоит делать резкий. Шея у Кобессона уйдет в себя. А у нас круто. Мы хотели бы, да, с вами. Чтобы шея была длинная. Да. Здесь можно взять изогнутые. Смотрите. И концами вверх. Но при этом. Обратите внимание. Шея не должна быть слишком толстая. Да? То есть. Массивная. Вот. Смотрите, что я делаю. Я делаю изогнутыми ножницами. Вверх. Переход. И могу взять прямые. Смотрите. И чуть-чуть. Ввертикально вверх. Сразу. Но. До конца. Пока направление не знаю. Сколько там у меня будет чего на затылке. Поэтому пока в основном занимаюсь именно к переходам. Топчик у нас готов. Я ведь знаю, что занята я делованием. Продолжаем. Итак, голова, принцип заключается в том, что суши в этот момент лучше резинки собрать, потому что на них что-то посыпется, как вы понимаете, но сейчас значит, смотрите, секрет Матья Рудина. Практически любой шампунь, да простите меня компания Милорд, но как бы в данном случае это Милорд для средней жесткой шерсти, в данном случае. Мы четыре стороны расчесаем, спереди до середины в расческом виде. Здесь сразу четкий переход от верхнего края уха до облоглаза. Если заболевали выше, получится сразу точно. То же самое сразу с противоположной стороны. Наметить бы сзади. Так вот смотрите, вы помните, хвост у нас не купированный, не может быть круглым, он должен быть овальный. Вот у нас шапка, если мы делаем переход, ручной работает, тоже не будет при виде сверху круглой. Она тоже будет овальный. Поэтому на затылке мы определяем. Но ни ножницами, ни в коем случае, ни внутрь. Видно? Вот я определяю длину на затылке. Затем убираю по бокам, в зависимости от нарядности фасона. Мне нравится. Ну понятно, что могут попросить там, да, самая минимальная короткая шапочка может быть, как вы понимаете, там буквально по ширине висков. Очень веганно по ухудле смотрятся шапки, с небольшим запасом, ну пошире чуть, чем черепная коробка, да, с небольшим запасом над височными частями. Нарядность, ну размер зависит от нарядности фасона. Сейчас покажу фишечку еще одну, которая мне нравится. Здесь вы сможете применять, ну вот сравнить просто, потому что можно как бы... После чего, смотрите, собрав эту заготовку, вы шапку поднимаете. И она у вас почти готова. Правильно? Но вы при виде спереди должны ее обязательно доработать. Она не должна быть слишком широкая, да, слишком высокая. Но вот здесь как раз, наверное... Значит, еще момент такой один. Если пудля распадается, ну фактически она в жизни будет распадаться. Может, конечно, на текстурном спреи ее... Стысячи? Да, на текстурном спреи. Но вот как раз мне нравятся шанкеры или пилеры. Я таким образом делаю переход в кухню. Правильно? И чуть-чуть более вархатные височки. И она такая, знаете, вот... Ой, знаете как... Вот я, конечно, консерватор страшный, да, Несколько лет назад, еще там... Года два назад, может быть, там... Плевался, говорил, господи, шанкеры... Какие шанкеры нафиг для пуделями? Стричь каверовочными пуделями ножниц, дурной тон. Сейчас прекрасно стригу. Но они ускоряют. Нет, они не ускоряют. Потому что я еще раз говорю. Один срез прямыми, и два среза шанкерами. Никак не ускоряют, да? И, конечно, для твоей руки они... По сравнению с филерами. С филерами, да. Ну, я вот прекрасно подходил, я девчонкам говорил об этом. Что там где два раза с шанкерами, там пять раз филерами. Они дают как раз местами вот эту вот... Да, фактурку такую прикольную. Которую не дают обычную, да, скажем. Поэтому какими-то... Я, например, точно никому в жизни не посоветую срубать ими объем. Да, как бы? Ну, ломать руки. Да, то есть сейчас не нужно убрать лишнее. Для этого, конечно, существуют прямые. Или изогнутые, да, как бы? Ну, вот чтобы немножечко придать какой-то такой вот... Ну, вот я сейчас вам поверну, и вы поймете, о чем я. Вплоть до... Да, вплоть до филера. Клиент реагирует. Как у меня есть недавно видит роман с вашим, говорит, появлением в Павшинской пуйне. Все собаки стоят красиво на пудле. Вообще, говорит, никогда там, если на районе никак не стоят. Но мне знаете, что это приятно? В Павшинской пуйне там... Ну, не многие знают там... Старус какой-то мой грумерский, да, там... То есть вот это все... Мужик с бородой. Я просто мужик с бородой. Да, они говорят... Ну, кот, мужик с бородой, там такое делает... Нет, я к нему. Мужик с бородой. Мне приятно. Как вы знаете, мы просто люди, да, вот мы на улице, там... Я кто для них может строить. Когда уже меня узнают... Вот смотрите, как сейчас интересно все вышло. Видно? Вы поняли все? Я конца не наметил. И теперь я вот это просто убираю. И вот оно. Логическое завершение. Снимем мы сейчас до затылка забреть. Такую тонюченькую шею, да, сделанную бы. Вот бы у нас было бы невкусно. По сравнению с тем, что мы сейчас в результате с вами сотворили. Если кажется шея вам толстой, ориентируйте вас в бедро. Полу-ЖП. Примерно такая же здесь вот должна быть и шея. Понятно, да? Если шея кажется слишком толстой, берете снова, чуть углубляете, смотрите, ну, немножечко, да, вот вам, чтобы понимали путь. Если вдруг шея вам показалась толстоватой. Видно? Углубили. Прямые взяли и наверх продлили. Ну, уши. Мальчикам по прямой. Здесь я вам так скажу, с точки зрения ушей. Владельцы пуделей обожают уши длинные, это у них стереотип заложенный, да, как бы. Поэтому, если вы самовольно снесете длину, то попадете в черный список так, как у шпица, если срубите хвост. Да, как бы, потому что вот принято. Поэтому без согласования с ушей много снимать не надо. Ну, я предал бы, если говорить об изюмике, да, например, вот она у меня мамочка, да, щеночков вырастила, резинки на ушах она у меня не носит. Вот живет, так сказать, свободной жизнью. Ну, именно кобелян по брутанию. Вот сейчас, когда встает, видно, что мы шею с вами, да, сделали очень элегантную, очень длинную, никаких утяжелений. Что касается этих ушей, ну, чтобы придать женственности, да, вот этим ушам, я чуть-чуть позволю себе закруглить их не только по нижнему краю ряда, но и убрать немножечко ряда. Я сохранять буду их длину. Такой салонный груминг, чтобы не как у всех. Здесь объем шерсти мне позволяет. Вот немножечко ей как бы, не как бантики будут. Сейчас я вам поверну. Немножечко надуем. Смотрите. Сочетание с головой. Интересно. Потому что поравняем и просто по краю. Согласитесь, такого бы эффекта у нас не будет. Да. Угу. Мы не будем далеко отходить от классики, но все же собаке придадим немножечко, но эксклюзивный внешний вид. Как раз здесь у нас в работе эксцент доверия мне на 210 процентов. Могу делать любые. Абсолютно. Ну это питомник мой дружный, с которым мы в моем лет уже работаем. Который поставит мне модели для обучения. Мой студент становится моим подопечным. Вступает ко мне в школу. Мы на обучение многих пристраиваем. Потому что они по достижении там 7-8 лет. Ну когда услуг лимит для вязок исчерпывается. Кобели перестают уже быть полезными для разведения. Мы потом пристраиваем. Десятки я думаю уже пристроили. Ну как же они? Это же собака, это же не кошка. А? Что собака? Собака живет в стае из 30 собак. Знаете, я вчера взял из этого питомника собаку. Знаете, что она утром у меня бесплатка с тобой гуляла? Кто с детьми так гуляет? Да, потому они хорошие условия. Чего ты заглянул на них? Они уличного выбрали. Но не городской социализации. Я никогда бы не доверил собакам гулять в открытии. Я бы на 100% к ней не уверен. Она меня за два дня убедила. Что я могу ей доверять. Понимаете? Потому что она пришла. Я не планировал ее брать. Она пришла и начала меня клеить. Один день она смотрела на меня из клетки. Сидя там, еще не закрытая была. Она просто стала за мной ходить. Через день она появилась у меня дома. Вчера взяли ее. Но она, конечно, потом все равно раскроется. Ее характер-то посерьезе. Пока. Ну, по крайней мере, она свое дело сделала. Понимаете? Потому что невозможно не взять собаку. Потому что ты сидишь и работаешь в салоне. Подходит к тебе снизу. Вот так лапа у тебя. Все. Сознание, конечно, подсказано. На хрена тебе четвертая собака? Преоретирует. Никуда не денешься. Не знаю. Все. Угу. Это легко. Подходит еще. Член семьи поддерживает. Вообще тяжело отказаться. И сегодня мы идем уже на парковку. Рейка. И мою ногу с оберком. Потому что утром она встала. Ни свет не зая. Ну, как бы я с мамой выстречен собаку. На пальцем иду. Если там на улице ставлю, то иду. Это как бы априори. Она знает еще. Как только я ботинки зашнуровал, начинается предподвижение. Ну, контейнер у нас предконтейнер. Никогда. Вот. А я собаку тоже спать не захотела. И увязала, что называется. Вот мамухи. Немножечко. Да, такие. Не стандартные. Да, не очень светим всем. Почитаю. Сейчас выставочную сторону чуть-чуть шлифану. Прямо для фотографии. А вы можете пока вопросы задать, если какие-то есть у вас. Какие-то, кажется, все понятно? Да. Да. Знаете, когда преподают у тебя семидневный курс, у всех очень много вопросов сначала. Я говорю, девочки, поступим проще. Пожалеете мою энергию, потому что я буду с вами по десять часов работать. И каждый день я буду отвечать вам на вопросы. Я говорю, вы их записывайте. А в воскресенье, когда я скажу, что я закончил свое выступление, вы мне их зададите. И что? Я ничего. Ну, так всегда. Программы сильные. Я ставлю свои задачи именно не то, чтобы просто демонстрировать свои какие-то особые возможности, а именно доносить. Безусловно, конечно, хорошо все это закреплять на практике. У нас есть, как вы знаете, три стадии, три уровня вот этого обучения. Сначала вы там проходите какой-то экспресс-курс, выбираете школу или у кого-то учитесь. Берете каркас, начинаете практиковаться, и у вас возникают потом вопросы. Масса вопросов. Да, масса вопросов, и, конечно, на первом этапе вам эти мастер-классы, которые посмотреть, только, ну, трудновато. Лучше бы еще и попрактиковаться. Но наш с вами, он особенный, он новогодний. Понимаете, да? То есть, он такой, он мастер-класс вот одной. Именно попрактиковаться хочется, да, на таком этапе. Когда вы понимаете, что вот вы посидели, где бы вы ни были, там, как говорится, как бы хорошо вам и не объяснили, к сожалению, фишка в чем? Вот, если вы смотрите мастер-класс по выструшенному Грубингу Хокера, да, там Юльке Сидоровой, божественно все он объяснил, все рассказал, кажется, что на следующий день вы точно так же сделаете. И самое главное, что вы реально на следующий день точно так же сделаете. Но через три недели даже по записям не соберете его. Ну, как-то, да, все у вас уплывет. Поэтому, конечно, в этом случае все, что посмотрели. Ну, в хорошее время пришли. Это понятно, да? Предновогодняя работа есть, я думаю, у всех у вас. Поэтому внедрить на Юльках то, что показал, на пуделях, как говорится, есть куда. Поэтому, конечно, рекомендую вам править в любую сторону. А последний уровень, который вы достигаете уже, да, вот в учебных программах, вот на котором, в принципе, я, например, сейчас нахожусь, мне не нужно воркшопов никаких. Мне как раз достаточно посмотреть. И из каждого мастер-класса я себе ущипляю то, что мне нужно, да, то, чего мне не хватает. Ну, как-то. Беру что-то особенное для себя. Вот, знаете, до этого уровня, как говорится, просто нужно какое-то количество лет попрактиковаться, да, простая вещь? Ну, оно обязательно тоже наступит. Самое главное, не побояться внедрить на практику. Когда какие-то новые вещи внедряешь, обычно начинаешь чуть-чуть по времени тупить, да? То есть стричь медленнее, чем ты стричь до этого. Но если вещь, как говорится, показанная вам полезная, ну, то есть грамотная, да, то через какое-то время ты понимаешь наоборот, что ты ускорился. Вот как я до 1999 года стригни на том пальце, потому что никто не учил, а стригнул, свободный, но указательный. Никак Денис мог теперь, да. И когда мне сказали, что надо было другом, блин, у меня и боль была и в руках, да, как бы и в душе, я думаю, господи. Но я поставил себе целью. Я понял, почему это, да, как бы, ну, профессионально надо держать на улице. Вот. И я стал стричь на этих пальцах на час медленнее, чем, да, это стричь на привычную минуту. А потом стал стричь на полчаса быстрее, чем стричь на привычную. Да, когда вот уже понял технологию, понял, в чем, как бы, принцип, да, и понял, что это легче, на самом деле, две руки и так далее. Ну, как говорится, Ни сегодня, не надо подниматься. Я совершал, чтобы родить так. Так. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Сейчас, покажи. Немножко мнётся. Немножко перезаросшая была и подсмутанная. Абрикосовая маленькая осталась завтра на индивидуальные занятия, а эту приготовили для нас О, погрешности некоторые простите А то он сейчас снизу придет и у меня не ровно, не симметрично Я сразу думаю что Ну поймите меня уже как перфекционист Перфекционист не знает даже что такое перфекционизм Другая сторона